Соседка проблемная До сих пор все боятся возобновления боевых действий на ее территории А тут еще президентские выборы, ну очень непростые Словом, ровно через неделю теоретически к народу со словами «здоровенький былый» может обратиться новый президент А что же Молдова? Как это все скажется на нас? Будет ли здесь верным принцип «моя хата с краю, ничего не знаю» Или все настолько переплетено, что непременно повлияет на ситуацию в Молдове? Давайте разбираться вместе Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне Здравствуйте! И я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса Разумеется, это политологи, люди, которые смогут профессионально нам рассказать о молодоукраинских отношениях Есть ситуации на Украине и о влиянии на Молдову в том числе Поэтому Кармелия Чуря, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Эрнест Варданян И вам здравствуйте Добрый вечер Ну что, я сказала теоретически, потому что мы все понимаем, что второй тур все-таки наибольший Скорее всего будет второй тур и велика вероятность Ну вот смотрите, буквально вчера новость приходит, что во всем мире самый низкий уровень доверия к власти существующей Это на Украине Эти данные опубликовал небезызвестный вам Гэллов Это 9% Для того, чтобы вы и зрители как бы это все могли сравнить Я скажу, что в среднем в мире уровень доверия к власти 56% Да, совершенно точно И вот если на все это посмотреть с точки зрения логики и здравого смысла То Порошенко, ну вот не может, просто вот, ну вот не может выйти, что называется, во второй тур с таким низким уровнем доверия Или все-таки может Я думаю, у него есть серьезные шансы выйти во второй тур И несмотря на то, что рейтинги показывают, что он не на первом месте Но тем не менее, предвыбранную компанию, его команда и он сам ведут грамотно Они сумели оттеснить на второй план наиболее болезненные темы для себя во время предвыбранной компании Они сумели грамотно распорядиться административным ресурсом И самое главное, они сумели правильно распределить силы во время предвыборной компании Так что вот накануне, за несколько дней до выборов, скажем так, его результаты вполне достаточно для того, чтобы рассчитывать на выход во второй тур А во втором туре у него уже будет значительно более благоприятная ситуация То, о чем вы говорите, крайне низкий уровень доверия к власти Да, это не я говорю, это Гэллоп говорит Ну, ссылаясь на Гэллоп, есть также данные других опросов Это все соответствовало перед началом предвыбранной компании Очень низкий был уровень доверия к власти И тогда, летом, я помню, прошлого года, весной, летом и осенью Очень многие считали, что у прохранки вообще никаких шансов Но все зависело, опять же, от уровня профессиональной подготовки команды, которую он подобрал для проведения предвыборной компании Это первое Второе, ну, понятно, что Украина находится в очень сложной ситуации И мы понимаем, сколько проблем связано с ее нынешним положением Поэтому неудивительно, что именно на Украине, скажем так, невысокое доверие в целом к власти Но оно ведь невысокое ко всем остальным Ведь можно говорить не только о президентском аппарате Можно говорить о правительстве, о парламенте В целом уровень доверия на Украине к власти невысок Именно потому, что последние, скажем так, лет пять А я бы даже сказал, десять Украина очень серьезно трясет Поэтому я бы не стал однозначно утверждать, что, скажем, Порошенко нет никаких шансов Наоборот Ну, вот если сравнить Порошенко с Порошенко То есть Порошенко в начале срока Это все-таки 23% А вот сейчас это 9% Они недовольны тем положением, в котором находятся И тем не менее, они участвуют в выборах И тем не менее, они понимают, что очень важно включаться в политический процесс И я думаю, что участие в Украине тоже будет существенным И это недовольство, это уже, как бы, мода в нашем регионе В очень турбулентном регионе, где происходят войны И, естественно, люди недовольны Но тем не менее, они понимают, что от них зависит, как сложится руководство И я думаю, именно на эту тревожную ситуацию Исходя из этой тревожной ситуации, строить свою избирательную кампанию Порошенко С его лозунгом, с его действиями, связанными с церквью, с языком, с армией То есть, это упор ставится на национал-патриотические силы На чувство Украины как особенной страны Которая должна защитить себя, в первую очередь В меньшей степени Кстати, в Украине, как и в Молдове, сейчас акцент на евроинтеграцию смещается Он стал слабеть Потому что в Украине совсем другие сейчас приоритеты И вот эти акценты, на которые, я думаю, на которые Порошенко Которые использует Порошенко, являются очень важными в данной политической ситуации И я думаю, что часть украинцев именно, ну не клюнут, но среагирует на эти электоральные месседжи Господь Варданян, что скажете? Ну, Украина, конечно, очень сложная страна со всех точек зрения Тем более, это сосед действительно республики Молдова И те события, которые происходят в Украине последние, я скажу, даже 10 лет Не только после начала событий Евромайдана, но и гораздо раньше Я напомню нашим телезрителям, что со второй половины первого десятилетия 21 века Где-то примерно с 2006-2007 года в Украине начался затяжной период нестабильности Там были досрочные выборы Верховного Рата, там были смены форматов правительства Тот же самый Порошенко, который сегодня позиционирует себя как исключительно Прозападный политик и борец с засильем, допустим, всего пророссийского и так далее В свое время был в одной команде с Януковичем Он был в команде Януковича, когда тот был, например, министром Украины А сам Янукович тогда был в команде Ющенко, когда тот был президентом Украины То есть в Украине все очень непросто Там еще более сложное разделение политиков по, скажу, по рангам Или по их воззрениям геополитическим и так далее Сейчас та ситуация, в которой оказалась Украина за всего 5 дней до выборов Первого тура выборов, конечно, оставляет очень много знаков вопроса То, что Владимир Зеленский, актер КВН и Квартал 95, все его замечательные шоу Вдруг ни с того ни с сего оказался на первом месте Это может показаться кому-то забавно На самом деле большая трагедия Потому что я ничего лично против Владимира Зеленского не имею Мне он даже импонирует как публичная персона Но до чего же нужно довести страну, чтобы стендап актер, комик, авенщик и так далее Стал самым популярным человеком в стране То есть это уровень разочарования И в Италии, и в других странах комики Актеры были в политике и самый известный актер Рейган Естественно, я не умоляю Опять же, Михаил Ледакимов губернатор История Рейгана или история нынешнего итальянского правительства Где тоже действительно бывшие актеры Но мы же с вами понимаем, что Украина, к сожалению, не дошла до того уровня демократического развития Как Италия или Соединенные Штаты Поэтому этот пример все-таки трагический Притом на территории США или Италии нет войн, которые де-факто там существуют и проводятся Поэтому в тех заданных обстоятельствах, которых оказалась сегодня Украина Выдвижение Владимира Зеленского на первое место Это большой, извините, у меня плевок в лицо этой власти Поэтому тот цифр рейтинга, который вы привели в начале передачи, очень логично Действительно, в Украине очень большое разочарование властью в целом Но я бы сказал шире, политическим спектром в целом Ведь против Юлии Тимошенко тоже есть огромный процент электората, который ее презирает Потому что ей припоминают, что она была в правительстве Павла Лазаренко еще в 90-х годах Что она была замешана в каких-то схемах по отбору и незаконному вывозу и продаже газа и так далее На каждого из этих украинских политиков, назовем их условно бывших когда-то во власть и сегодня существующих Найдется тонна компромата На этом фоне Владимир Зеленский, конечно, выглядит более достойно Потому что его руки не запачканы в крови в войне в Донбассе Его руки не замечены в коррупционных каких-то скандалах Хотя по Гавайи, что за ним стоит Игорь Коломойский, известный очень одиозный олигарх в Украине Хотя тот это отвергает Ну то есть ситуация более чем интересная Причем интересно, что антагонизм между Тимошенко и Порошенко настолько силен Если бы сегодня, чисто теоретически, вместо Тимошенко мы поставили бы Януковича, к примеру То не было бы такой вражды, который сейчас существует То есть очень интересная ситуация именно на условно прозападном лагере Украины Почему условно прозападном? Потому что после событий 2014 года в Украине больше нет разделения на восток и запад Плохо это или хорошо, но я очень внимательно анализировал Я анализировал итоги досрочных выборов 2014 года Президентских выборов 2014 года Потом выборов Верховную Раду 2014 года Больше нет разделения на восток и запад Вся пророссийская часть элит это примерно 10, максимум 15% И то далеко не во всех областях востока и юга Украины То есть вот пройдя через этот огонь войны в Донбассе Которая, собственно говоря, еще и не закончилась Украина сумела как-то консолидироваться в этом плане То есть да, в Украине по-прежнему огромный процент русскоязычного населения Та же Одесса, тот же восток и юг Но это не пророссийские люди, это просто русскоговорящие люди Со своим очень специфическим воззрением на все и вся вокруг А когда мы говорим про западные, может быть, давайте скажем откровение Про американские настроения, потому что мне кажется это точнее Это тоже непросто Если позволите Позволю Я бы не упрощал так И в отношении оценок перспектив Зеленского и в отношении общих настроений на Украине Такой удачный выход на политическую арену господина Зеленского Как раз и связан с тем, что люди, недовольные официальной политической элитой И теми, кто был у власти последние 10-20 лет Вот пытаются именно его поддержкой получить какую-то надежду на то, что может хотя бы этот человек Который действительно не связан с политической элитой И действительно как-то себя позиционирует как что-то особенное Как третье направление, третий путь и так далее Или как несистемный политик Вот они как раз и надеются, что может быть он что-то сможет сделать, если ему удастся стать президентом Это вообще-то он удачно вписался в тот тренд, который существует сейчас в политике А именно в мировой политике Когда на арену выходят люди, не связанные с прежней системой Внесистемные К таковым относят президента США Трампа К таковым относят нынешнего президента Америки Макрона Франции, да, Франции Макрона И в данном случае, если вдруг Зеленку им повезет, то не будет ничего из ряда он выходящего Я не вижу такой драмы в том, что он со своим бэкграундом стал политиком И на него пытались найти компроматы И наверное можно и есть Я не говорю о драме, я говорю об уникальности ситуации Ну я не вижу здесь особой уникальности Ну может быть это не принято, скажем так, для постсоветского пространства Да, у нас в постсоветском пространстве Да, но наверное это свидетельство того, что эпоха Не без того, кстати Так называемая постсоветская, она завершается То есть она завершается Период, когда в политику вошли люди, еще связанные с советским прошлым Он действительно завершается И выходят, да, выходят такие как Спинзеленский и другие А вот мне интересно было бы вот эта троица, которую Когда говорят о ситуации в Украине Обычно сравнивают рейтинги троих людей Да, потому что они опережают все Тимошенко, Порошенко и разумеется Они с большим отрывом Вот кто-то из них, если побеждает Вот означает ли победа кого-то из них Изменение политики в отношении Молдовы Или кто бы из троих не победил Вот то, что было, то и будет Вот вы киваете, почему? Нет, я киваю, но я считаю, что никаких изменений не будет Было уже сказано о том, что пророссийских политиков очень мало в Украине На четвертом месте расположен Бойко, который как бы представляет регион У него 10%, те пресловутые 10-15%, но он в принципе не добирает Потому что и его электорат расколен А все остальные политики, и в первую очередь Порошенко, Тимошенко и Зеленский Они отстаивают чисто проукраинские взгляды Конечно, Зеленский еще не очень сведущ в политических баталиях И иногда его высказывания на эти темы не совсем точны Он еще не может правильно, скажем так, донести патриотическую идею до украинцев У него есть определенные, скорее всего, такие скрытые пророссийские симпатии Он за то, чтобы окончить войну Вообще, юморист это человек, который сложно осваивает политический язык Он может позволить себе лишнего Да, но зато он может себе позволить лишнего Но в принципе, конечно же, он строен Уже встраивается в ту украинскую политическую систему В которой все российское отвергается Ввиду того, что Россия является официально с точки зрения Украины Там были приняты законы на эту тему Агрессором и оккупантом Поэтому он будет выражать И тем более, что господин Гортонян правильно сказал Существуют серьезные подозрения о том, что он все-таки не является полностью самостоятельным игроком Хотя, как он себя поведет, если станет президентом Самостоятельно или нет, мы не можем судить на эту тему Поэтому все три, ну, конечно же, говорят о хороших отношениях между Порошенко и Плохотником Говорят Но это уже, знаете, так вот, из той сферы вопрос, в ком заинтересован, скорее всего, да Вот наша нынешняя правящая партия И вот это уже можно рассказывать, да, Порошенко, Плохотника и все остальное Не секрет, что наши отношения, вернее, отношения демократической партии с нынешней украинской элитой довольно-таки хороши Отношения Порошенко и Плохотника, отношения Канду и Порубия, Филиппа и Гройсмана То есть все эти связки, они срабатывали И я даже бы сказал, что существует вот эта симпатия существовала Сейчас будут изменения, скорее всего, и у нас, и у них Но вот группа Порошенко, она абсолютно приемлема для нашей политической элиты Она даже, скорее, желаема бы, так получается, да? Да, но нельзя сказать о том, ну, были эти все информации, хотя они на уровне слухов Я зачитаю просто информацию по поводу вот того бизнеса, который, по некоторым данным, которым владеет господин Порошенко Который не может, теоретически, не быть заинтересованным в том, чтобы его бизнес здесь сохранился И он пока сохраняется, пока у него прекрасное отношение с господином Плохотником Ну, видите, все-таки котлеты отдельно, муха и отдельно У Порошенко есть бизнес, или был даже и в России Поговорим подробнее, я не хотела бы, я не хотела бы, я не хотела бы эту скорость И еще есть, да, абсолютно точно Вот изменения для Молдовы, вот эти три кандидата Кто-то вот может эти изменения принести? Ведь у нас все-таки есть какие-то проблемные моменты с Украиной Давайте не делать вид, что у нас все замечательно У нас достаточно проблемных моментов В качестве примера я провел бы переговоры об использовании бассейна Днестра И намерение Украины строить каскад электростанции вверху Днестра Это затрагивает напрямую перспективы Молдовы в плане снабжения водой И если все планы, которые назывались в прошлом и позапрошлом году Будут реализованы на Украине, то у Молдовы могут появиться очень серьезные проблемы Поэтому я полагаю, что нельзя недооценивать те перспективы отношений между нашими двумя странами В зависимости от того, кто придет в власти Опять же, газ, вот тоже непростая ситуация, да? Из-за Украины все это происходит Еще не решилась, господин Чуре Вы большой оптимизм Нет, еще много чего не решилась Да, я, например, как потребитель, да, я не уверена, что эта ситуация, она с поставками газа При запуске Северного потока-2, что она будет полностью решена А, вы имеете в виду глобальную проблему Я имею в виду двух сторон И это тоже как бы Важнейшим соседом Молдовы И по переговорам по Днестру, и по газу, и по приднестровскому конфликту Давайте не забудем, что господин Порошенко был секретарем Совета безопасности И участвовал, говорят, в разработке Семь шагов Ющенко, по-моему Молдова заинтересована в том, чтобы преемственность сохранялась Позиции по отношению к Молдове Независимо от того, кто президент Чтобы сохранялось желание развивать отношения И позитивно решать те проблемы, которые в отношениях между другими странами Не на уровне только слов, да, там Встретили прекрасные отношения, съездили в Киев Приняли здесь гостей в Кишиневе Но реально-то я вот по Приднестровью-то знаю По Днестру, что пока ничего не двигается с места Переговоры идут очень тяжело И уже несколько лет, но во всяком случае Экологи молдавские бьют тревогу Потому что понимания со стороны украинских переговорщиков нет Вот здесь бы как раз очень хорошо Вот эти прекрасные отношения, которые есть между официальными властями Чтобы они как-то переплавились в какое-то конкретное отношение В практических переговорах Спасибо, Эрнест Да, действительно, Украина непростой сосед, но очень важный сосед Республики Молдова Я не думаю, что будут большие изменения в случае прихода другого человека на пост президента Украины Если Порошенко останется, то, скажу так Хуже, чем было, наверное, уже не будет Хотя вот Зураб задавал, по-моему, самую болезненную на данный момент проблемой Это именно вопрос экологии Днестра На мой взгляд, мне создалось впечатление, что власти Молдовы как-то очень легко и быстро уступают Украине Во всех требованиях, которые она выдвигает по отношению к Молдове Возможно, я ошибаюсь Но то, что мы каждый год видим падение уровня Днестра Это явно факт, который подтверждает мои опасения Поэтому хотелось бы не довести ситуацию до точки невозврата Чтобы мы, знаете, поставили крест на Днестре Хотелось бы все-таки иметь с Киевом более детальный И самое главное, более транспарентный диалог Потому что до сих пор, если я правильно понимаю, нет общей картины того, что сегодня происходит и завтра планируется Но это только один вопрос По Приднестровью все очень непросто И та риторика, которую Порошенко использует уже 5 лет Ну, я понимаю, с одной стороны, что он президент де-факто воюющей страны У него под боками есть Приднестровье, где стоит небольшой, но российский контингент Эти опасения понять можно, тем более, что они регулярно подогреваются западными политиками Которые, особенно в первые два года войны в Донбассе, предупреждали Что вот Россия завтра появится там, а потом она появится там Для Украины, лично для Порошенко, это был очень хороший козырь в его политике Но сегодня, к сегодняшнему дню, я обратил внимание, что эти разговоры как-то стихли Вот я соглашусь с Корнелом в том, что и тема евроинтеграции тоже немножко пошла на убыль Потому что, во-первых, социальные проблемы никуда не делись, они только обострились В сути, потому что, я считаю, коммунальная система, значит, очень сильно подорожала И коммунальные услуги, зарплаты, пенсии не покрывают всех нужд населения Украины и так далее, и так далее То есть все очень сложно, и политикам Украины, лично Порошенко, все сложнее Покрывать все эти проблемы риторикой войны, как бы то ни было Я не знаю, как поведет себя Владимир Зеленский, если он станет президентом Я примерно догадываюсь, что будет делать Юлия Тимошенко Наверняка она, сохраняя тоже воинственную риторику, попытается все-таки как-то с Россией договориться комплексно Не знаю, насколько у нее это получится Ну как получилось же, когда вся Европа сидела без газа Кто сел на самолет, поехал в Москву и решил вопрос? Юлия Владимировна Юлия Владимировна потом за это в тюрьму посадили за 2,5 года Это да, но все-таки мы не можем этот момент забывать Я осторожно попробую предположить, что будет, если во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко Скорее всего, так и случится, подозреваю Мне кажется, что Тимошенко может поддержать Зеленского Потому что, во-первых, ее антагонизм по отношению к Порошенко Это всепоглощающая стихия, сколько я наблюдаю политику в Украине Они всегда друг друга ненавидели, просто вот смертная ненависть вряд ли что-то изменилась Ну конечно, она зла, потому что в бюллетене появляется Тимошенко Ю Юрий Владимирович, да Слушайте, вот мы через это проходили У нас это было, понимаете? А теперь украинцы через это проходят Во-вторых, есть подозрение, что с Юлией Владимировной тоже Игорь Валерьевич Коломойский Тоже плотно работает, причем давно Поэтому не исключено, что вся эта комбинация в итоге сработает так Что Тимошенко поддержит Зеленского И дальше, как говорится, будем посмотреть, чем это закончится Как раз в развитии этой темы, на самом деле Есть очень серьезное основание считать, что и Зеленский, и Юлия Тимошенко Это проект Коломойского У Коломойского давний зуб на Порошенко И понятно почему И я думаю, что этот фактор, он за несколько дней обязательно будет использоваться в средствах массовой информации И особенно между первым и вторым туром И он может сыграть решающую роль в исходе выборов Я хочу объяснить, что все-таки Тимошенко не может быть чистым проектом Коломойского Она существует сама по себе как политическое явление Но у нее, возможно, есть определенные отношения Мы говорим о совпадении интересов, о встречах, о тех записях разговоров, которые были опубликованы в украинской прессе Они общаются с Коломойским И это содержание этих разговоров Сложно сказать Тимошенко это большой политик в украинских масштабах И конечно, что она полностью играет под скрипку Коломойского Повторяю, мы говорим о совпадении интересов Ну да, если есть совпадение интересов Господин Коломойский пару дней назад вообще плакался, что у него все арестованы И вообще глупо что-то говорить по поводу поддержки Давайте послушаем, что говорят украинские аналитики Вот Владимир политолог, Владимир Фесенко Он сказал так В случае победы Владимира Зеленского Единственным потерявшим важного политического партнера будет Владимир Плохотнюк То есть если победить Зеленский То единственный, кто проиграет В общем-то так Так и есть Вот Эрнест соглашается Вы знаете, какое-то странное признание того, что Плохотнюк играет какую-то особую роль в украинской политике Кстати, в конце прошлого года появилось несколько статей В котором писалось, что чуть ли не Плохотнюк финансирует избирательную кампанию Тимошенко Потом появились эти статьи, кстати, украинские политики заявляли Что в случае поражения Порошенко сбежит в Молдову К Плохотнюку Вот все эти информации Это тоже интересно, кстати Они, скорее всего, являются сбросами Я не думаю, что Плохотнюк Что Тимошенко очень нуждается в финансовой помощи Плохотнюка Это даже как-то смешно звучит Я когда общался с украинским комментатором на эту тему Они смеялись и спрашивали А где появилась эта информация Кстати, вся эта информация Обычно первоисточники — это российские сайты Поэтому, скорее всего, вот эта роль Плохотнюка Она является преувеличением Является какой-то электоральной фишкой Которая используется против Порошенко Потому что у России нет особых интересов Конечно, в Украине там нет пророссийского кандидата Но очевидно, что Россия хотела бы все-таки, чтобы Порошенко ушел А там уже начали Я категорически не соглашусь Это никто не скрывает Секундочку, а как это нет интересов на Украине? В смысле этих кандидатов Я имел в виду этих трех кандидатов Буквально несколько дней назад Господин Бойко и господин Медведчук Ездили в Москву Нет, я не говорю про Таис Я имею в виду Среди Зеленского Вот это связка Плохотнюк-Порошенко Все говорят, что если Порошенко станет сбитым летчиком То запасным аэродромом для него станет Мадова Есть Испания, они говорят Но это не так для него удобно Для него удобно к своему старому другу Господину Плохотнюку А почему так считают? Я вам объясню, почему считают друзьями Это как раз аккурат после доставки господина Платона Вот все говорят, что очень важную роль в этом сыграл господин Порошенко Личное распоряжение Вот говорит Эрнест Почему Порошенко должен убежать из Украины? Насколько я понимаю, кстати, об этом они заявляли И в случае поражения они будут продолжать Я имею в виду блок Порошенко Солидарность Они изменят название Они будут заниматься дальше политикой И у них на носу парламентские выборы Я думаю, что все, о чем вы говорите Будет иметь смысл, если победит господин Зеленский Потому что если победит Юлия Владимировна То будет иметь смысл как раз тот вариант, о котором говорю я Потому что Подальше Ростова Да, да, да Уж они настолько друг друг друга Давайте поговорим Порошенко-Плохотнюк Вот эта схема Почему? Вот она имеет ли она место на самом деле? И так ли уже заинтересован Владимир Георгиевич в этом? Я, если позволите, немножко с другой стороны посмотрю на эту проблему То, что я читаю последние дни в интернете Честно говоря, меня поражает Хотя, во-первых, меня сложно чем-то удивить Во-вторых, я эту тему, скажем так, мониторю давно Но, тем не менее, поворот был довольно интересным Есть намеки на то, что американцы больше не хотят видеть Порошенко Президентом Украины Ну, я не говорю, хорошо это или плохо Но вот в предлагаемых обстоятельствах мы же согласимся с тем Что американцы играют огромную роль во внутренней политике Украины Ну, вот иметь в виду, что разные башни Разные башни, да, как у нас говорят? Не, ну пусть ты, конечно, да Хорошо или плохо, пусть рассудят историю Но факт в том, что я вижу сигналы о недовольстве Порошенко со стороны американцев И о том, что они готовы сделать ставку на другого кандидата Либо содержался такой странный намек Готовы поддержать министра внутренних дел Арсена Авакова Кстати, это очень сильная фигура в Украине К нему обратились послы или даже лидеры семерки На случай каких-то неблагоприятных, неожиданных поворотов событий после выборов Да, чтобы Арсен Аваков помог в подавлении очередного Майдана Или в организации помощи какому-то из кандидатов То есть очень странная ситуация И если мы посмотрим на эту связку Плохотнюк-Порошенко То мы же знаем прекрасно, что у нас Плохотнюк пользуется большим покровительством американцев Не всех, далеко не всех структур Большим прямо уж Ну почему нет? Его благоволят в Конгрессе Я спрашивал своих коллег-американистов специально Когда Плохотнюк ездил в Вашингтон несколько раз Я спрашивал, скажи, пожалуйста, вот этот и этот конгрессмен Какой вес имеет в Вашингтоне? Мне сказали, вот эти имеют большой вес То есть, в принципе, Плохотнюк встречался далеко не с последними людьми в Вашингтоне Лоббисты поработали хорошо Чего стоит высказывание госпожи Нуланд? Я мысль закончу Помните, да? Госпожа Нуланд говорила С господином Плохотнюком можно иметь дело Мне кажется, это хорошая рекомендация Сейчас уже не Нуланд в Госдепе Власть сменилась в Вашингтоне Поэтому не все так просто, понятно С политикой США в отношении Молдовы и лично Плохотнюка Здесь нужно смотреть по-другому Дело не в отношении США лично к Плохотнюку А в стратегии США по выдавливанию российского и китайского влияния Из всех стран, где только возможно В этом контексте Плохотнюк, конечно, еще представляет ценность для американцев Но если они посчитают, что сохранение покровительства над Плохотнюком Сможет только усугубить ситуацию и подрывать американское влияние Точно так же, как Порошенко в Украине Я провожу параллель То они, возможно, примут решение прекратить поддержку и Порошенко в Украине И Плохотнюка в Молдове Чистая гипотеза Значит, я думаю, что это чистая гипотеза Не вижу никаких сигналов к тому, что ГАЗД подказался поддерживать Порошенко Насколько я знаю, они сделали ставку на него давно Ну, считая его наиболее приемлемой для себя фигурой на Украине То, что появились какие-то тексты за пять дней до выборов Это ни о чем не свидетельствует За пять дней до выборов уже не меняют стратегии великие государства Поэтому они будут поддерживать его в первом туре и во втором Именно для американцев фигура Порошенко приемлема Как раз именно в контексте той стратегии, о которой вы говорите Выдавливать Россию из постсоветского пространства Есть одна нестыковка Какая? Курт Волкер, который был спецпредставителем США по украинскому кризису Он уходит в отставку, причем в разгар электоральных Для меня это... Ну, это детали, он уходит в отставку, может не справился Действительно, все его заявления были такие, насколько я понял, последние Ну, пардон Не самые удачные Прямо в разгар выборов, кто же уходит? Тем более скандал какой-то, связанный как раз с заявлением посла и так далее Нет, еще раз повторяю Соединенные Штаты Америки не та страна, которая может импровизировать за несколько дней до выборов Тем более, когда, несомненно, будет и второй Ну, подождите, это мы узнали за пять дней до выборов, Зураб А может быть, они сделали это еще три месяца назад, решили? Нет, нет Слив... Данным, который у меня есть, они... Понимаете, Украина слишком важная часть американской политики за последние 10-20 лет Никто не спорит Просто они поменяют Порошенко на более эффективного менеджера На кого? На Владимира Зеленского Американцы не делают таких кульбитов, понимаете? Это я не припомню в политике, когда бы они за несколько дней до выборов проводили бы такие многоходовки, что называется Да, понимаете, что такое Зеленский? Уход Порошенко, давайте пофантазируем Уход Порошенко и приход, допустим, Зеленского Это что будет означать? Это означает, несомненно, ну, некое такое легкое землетрясение на Украине Потому что за последние несколько лет выстроилась система власти Везде, понятно, люди, в основном президенты и так далее Соответственно, тем более, что, видите, послы обратились к Авакову на предмет сохранения стабильности и так далее Это означает, что все опасаются, что это может быть сопряжено с тем, что С одной стороны, начнется преследование Порошенко, с другой стороны, попытка его и его команда себя защитить Чем это может закончиться? Никто не знает Сохранение стабильности, но не сохранение Порошенко Потом, сколько лет, секундочку, сколько лет надо будет американцам Зеленского приводить в то состояние, которое им нужен Нужен их кандидат Ой, это быстро, вот это быстро Не знаю, не знаю Поверьте, это очень быстро Господин Тодда, вот ему принесут, вот, кстати, это же и тоже новое, мы в Киеве об этом узнали Что посол, вот, списочек, говорят, Соединенных Штатов, прям взял и положил на стол, вот кивает господин Чуря, да И говорят, эти персоны неприкасаемы, так просто не стесняясь Да, да, мы, опять же, вот, если касаться Зеленского Если Тимошенко, да, она, как бы, отдельный проект, который, конечно, имеет какие-то совпадения интересов с Коломойским То Зеленский, это все-таки, общепринято считает на Украине, что он проект Коломойского Коломойская фигура пока что анонграта для американцев Поэтому тут я бы возразил против Я исхожу из того, давайте так, мы, как называем себя политологами, да Мы экспертами, мы должны быть абсолютно нейтральными в оценке своей симпатии, антипатии конкретным лицам Почему? Потому что если мы начинаем проявлять какую-то симпатию, если начинают проявлять какие-то эмоции в наших оценках Это грозит тому, что мы сделаем неправильную оценку и прогноз событий на Украине Это непозволительно для нас, потому что все-таки страна сосед, если бы это где-то было в Латинской Америке, это еще понимаю Так как эта страна рядом, и мы кровно должны быть заинтересованы в том, чтобы на Украине сохранялась стабильность Я не вижу такой однозначности, прошу прощения, такой однозначности политики США в Украине Единственное, в чем строго прослеживается линия, это военная защита Украины от агрессии России, как они говорят и в Киеве, и в Вашингтоне Эта линия будет соблюдаться строго Но по персоналиям у меня есть очень большие вопросы Потому что Госдеп решает не все Майк Помпеев решает не все Сейчас самым влиятельным политиком в США, как я читаю по публикациям, считается Джон Болтон Советник по национальной безопасности Трампа Который очень по многим вопросам определяет политику И он, кстати говоря, считаясь ястребом, вот что удивительно, да, считаясь ястребом, он является главным лоббистом В выстраивании какого-никакого, но конструктивного диалога с Россией А я подозреваю, что Россия не видит Порошенко в рамках регионального конструктивного диалога Вообще не видит Поэтому, ну, в общем, мысль мою вы поняли Понимаете, почему я так вот подробно Вот эту беседу даже несколько поощряла Потому что Ведь до сих пор бытует такое мнение, что Молдова по всем международным вопросам Идет в одной связке с Украиной Так, да И поэтому то, что происходит вот сейчас В отношении Украины Мы, по идее, должны, на мой взгляд, очень внимательно это все анализировать Потому что где-то нужно пытаться, да, что вот такие варианты могут сказаться и на нас Так, господин Чурик? Так-то так Но не так Когда вы говорите, что Молдова идет в связке Ну, во-первых, украинцы ему не совсем нравится И, в принципе, это не совсем корректно Как-то мы в связке, в пакете с Украиной Потому что приоритетом, конечно, пользуется Украина Давайте скажем так А не в пакете с нами И все Мы будем патриотами нашей страны Давайте уточним этот момент Вильнюсский саммит 2013 года Это наше трио, которое идет в пакете Украина, Грузия и Молдова Ведь только Украина должна была Это было восточном партнерстве сейчас Да, только Украина должна была подписывать это соглашение О Молдове и Грузии Тогда речь не шла Мы просто парафировали это соглашение Ведь приоритетом всегда была Украина И когда Молдова вырывалась вперед Это вызывало определенные вопросы Почему не используют ли Молдову Для того, скажем, заманкой для Украины Для того, чтобы Вся игра в регионе идет Концентрируясь на Украину И И тут И этим все сказано Но в самом деле Мы находимся с ними в пакете Восточноевропейском партнерством Мы находимся в Гуаме С ними И, кстати, мы являемся теми Которые, может быть, как-то пытаемся Это все активизировать Но Есть и большая разница Я не согласен, что мы Можно ставить знак равенства Между Молдовой и Украиной Все-таки Отношение к России Отношение к НАТО И в политической элите И в обществе Сильно разнятся Сильно, согласен Поэтому Молдова является Каким-то особенным Скажем так Белой вороной В этой тройке Где Грузия и Украина Ориентируются строго на ЕС Но и на НАТО Кстати, Украина ввела в Конституцию Обязательно и ЕС и НАТО А мы По отношению к вопросу НАТО Смотрим косо пока Что у нас есть нейтральность В смысле не косо Но у нас есть пункт А нейтральность Евроинтеграции в Конституции Смотрим тоже Не очень мягко говоря Прямо А опросы очень сильно отличаются По НАТО В Украине там 50% поддержки Это правда, но меня очень порадовало Высказывание недавнего Господина Порошенко Который сказал Что теперь украинская армия Достигла такого уровня Что солдаты НАТО Приезжают в Украину И учатся Как нужно воевать Кстати, он не врет Это вот Ну да Я хочу сказать Что за 5 лет войны в Донбассе Украинская армия Настолько отмобилизована И мотивирована Что не дай бог Будет прямое столкновение Уже значит открыто Не дай бог Только остается понять Почему же они В НАТО говорят 20 лет еще как не вступить Бойни соответствуют Стандартам Здесь не только из-за военных Это больше политики В речь идет о том Что американским военным Интересен просто опыт Боевых столкновений Именно вот такого рода И в этом смысле Конечно же Они знают Зачем они приезжают В зону боевых действий По поводу пакета Единого Украина Молдова Хочу ваше мнение Насчет пакета Да, пожалуй Я с Корнелом соглашусь В том, что для украинцев Это звучит обидно Немножко Но я на самом деле Ничего такого не вижу Ну идем в пакете Ну идем Ну бывает так Что делать Один регион И общая история И все такое Я хочу сказать Насчет наших выборов И поствыборной ситуации Судя по тому Что я слышу В последние дни Очень многие дипломаты В первую очередь Западные призывают Чуть-чуть подождать Посмотреть Итогов первого тура Выборов в Украине Чтобы исходя из этого Можно было как-то Выстраивать политику В отношении Молдовы То есть вы к тому Что не давят сейчас На создание коалиции Наших проевропейские силы Только потому что Хотят Посмотреть Неважно Любые еще То есть в целом Картина по Молдове Будет более или менее ясна После первого тура Выборов в Украине А может быть будет один тур Откуда мы знаем То есть ждем до 31 марта Нет Ну это конечно Так интересная версия Хотя я не знаю Это не версия Это информация Это информация Другое дело Тогда я бы добавил Вот что К тому что мы сейчас обсуждаем Что вот сейчас упоминалось Организация Гуам И организация Восточное партнерство Надо обязательно подчеркнуть Что эти организации Не несут в себе Пока никакой Конкретной Политической Финансовой Экономической нагрузки Это просто возможность Лидерам государств Стретиться Переговорить Сделать громкие заявления И разойтись Серьезно Из-за Восточного партнерства Майдан произошел Нет Ну нет Секундочку Я бы не сказала Что все прям так Однозначно По-моему не из-за Восточного партнерства Сколько я знаю А соглашение об ассоциации Когда отказались Там было множество причин Не только это Секундочку Ну давайте мы не будем Нет При желании можно все что угодно притянуть Я говорю о том Что Гуам был создан Как известно Много лет назад И на сегодняшний день Это в общем мертвый рожденный Родидас Восточное партнерство Пока идет по этому же пути В принципе можно Сейчас да Сейчас да Но в 15-м было иначе Там был конкретно четкий отказ Януковича Подписать соглашение об ассоциации И дальше пошло поезд Я считаю что Гуам для нас в этом ситуации Еще более такая болезненная Организация поясню почему Потому что Киев совсем недавно Читаю новость Требует от стран-участниц Гуам Среди которых и Молдова Ввести на законодательном уровне Уголовное наказание за посещение Крыма В обход Украины Читали эту новость? Читали Знаю То есть вы представляете На секундочку на Украине За это от 3 до 5 лет Уголовная ответственность Да люди за это должны Кстати так и было в Грузии Но там отменили Немножко изменили заказ Честно говоря Меня порадовал Знаете что? Что вот наш Быстренько ответ мне Какой-нибудь Когда вот у нас Случилось в Солсбери То наши Они на второй день Если я захочу в Крым Я вас не приглашу Так что вы Не обольщайтесь Не обольщайтесь Понимаете То есть не так как в Солсбери На второй день уже была реакция Вот мы как бы так А тут молчим Хорошо Что молчим Подумываю Насколько Надо уточнить Речь идет о том Не о том Не о вообще посещении Крыма Что нельзя посещать Насколько я понимаю Чисто со стороны России Какой стороны Конечно Но уголовная ответственность Вы понимаете Что вот Это создает Мягко говоря Наше членство в Гуан Нам вот такие вот проблемы Нашим гражданам Если позволите Я приведу один разговор Он у меня состоялся В 2014 году В Тбилиси Куда я поехал в командировку Как раз 2014 год В Донбасс Все вот это горячая тема Я с грузинами Очень много общался Были круглые столы На эту тему И вы знаете К моему большому удивлению Грузины Научены опытами двух войн Начало 90-х 2008 года Сказали украинцам Ребята Не перегибайте палку Не повторяйте наших ошибок Не обявляйте Так у первыми территориями Не закрывайте туда Въезд людям Потому что Вы их в итоге Восьмого года В Южной Осетии Вы их в итоге Эти регионы Сепаратистские Вы их только отталкиваете От себя еще больше На что украинцы ответили Нет Мы все знаем Лучше Мы сделаем Мы вернем Мы победим И так далее Сказали максимум Через 5 лет Вот уже пятый год К сожалению К сожалению К великому Украина В данном случае Повторила И повторяет Все ошибки Которые Привод В отношении Этого конфликта Все ошибки Которые В свое время Сделала молдавская сторона При днестровском конфликте И Почему Уголовная ответственность Не существовала никогда Это серьезная деталь Я говорю вообще Я просто помню Опять же Свои беседы С украинскими Коллегами Политологами До 2014 года Они отвергли Пример Тростнинистеризации Они считают Ошибочной То есть Как мы Тростнинистеризировали Всю эту ситуацию Как мы Как она Стала Замерзшей Или как Замороженной Они считают Для них Это неприемлемо И они идут Другим путем То есть Они считают Что наш пример Неудачный И это означает Что есть разница Украины были все шансы Избежать Вообще Какого-либо конфликта Если бы Не были совершены И в Молдове Тоже были все шансы Избежать Беда всех этих конфликтов Состоит в том Что они рукотворные И к сожалению Если бы На конкретных постах Оказались Более здравомыслящие люди То конечно Я уверен Не было бы Приднестровского конфликта И конечно же Не было Те конфликты Которые Имели место в Грузии И последний мой вопрос Очень важный Вы частично Начали на него Отвечать уже Вот Станет ли позиция Американских И европейских Партнеров По украинским выборам Каким-то уроком Для Молдовы Вот Ну или ориентиром Вот Так Господин Чурин Сложный вопрос Ну я приберегла его На завершение программы Да Понятно Вот мы Так и не пришли К единому мнению Неоднозначно Пожититься Вашингтона Там В самом деле Существуют разные башни Хотят ли они Порошенко Или нет Вот то что произошло В последнее время Генпрокурор Украины Резко критиковал Посла США За пресловутый список Неприкасаемых Там еще были И другие моменты Кстати это все Очень сложно Потому что Завязано с выборами И кого поддержала Украина Официальный Киев поддержал Хилари Клинтон И вот Все эти сейчас Разборки идут И Порошенко Как бы Ставит на Трампа То есть он Последние его действия Направленные Вот против посла СССР США Они увязаны С тем Что он хочет Получить симпатии Трампа То есть в этой борьбе Он стал на сторону Трампа Но это очень сложная игра Я не думаю Что Кишинев Будет так сложно Играть Вернее Вашингтон Будет так сложно Играть с Кишиневом Там В Кишиневе Вроде бы Ситуация Устаканивается Я надеюсь И это означает Что будет альянс Мне кажется Что пока Господин Тонуа Прав Или кто говорил Вашингтон И Плохотнюк За неимением лучшего Вашингтон Будет работать С Плохотнюком А потом уже Посмотрим Если что-то произойдет То может быть И Можно будет Поменять коней Но Вот все эти игры Ведь Украина Так же как Россия Пыталась влиять На выбор Американского народа На президентских выборах Там были Ставки Там ехали Вот с вами Мюллер Вот вчера Доклад был О том Что ничего не нашли Я не в уголовном плане Я в политическом Просто заручиться поддержкой Оказать какую-то поддержку Чтобы потом получить дивиденд Вот это имели ввиду Я не имел ввиду Уголовные действия Я перепугалась Думаю Как это так Когда мы сейчас говорим об этом Я все время думаю о том Что хорошо было бы И украинским политикам И молдавским политикам Наконец-то Больше думать о том Чтобы создать Такую ситуацию в стране Чтобы меньше зависеть От внешнего влияния Есть в мире Небольшие государства Которым это удается сделать Возникает вопрос Почему этого не может сделать Молдова Почему мы должны Или Украина Ну с Украины там понятно А вот с Молдова Почему мы должны С года в год Думать о том А что думают В тех или иных башнях За пределами страны Секрет прост Надо выбирать такую власть Надо иметь такую власть Которая создает условия Для экономического развития Когда экономическое развитие Нормальное И население довольно Очень сложно влиять На такую страну Извне Вот и все Нет Никто лучше Собственно Жителей И граждан И политиков Конкретно страны Не будет заботиться О своих интересах И надеяться Что это сделают В Вашингтоне Или в других столицах Наивно Ну так ведь проще Знаете Это проще Для тех Туда нечего Заниматься политикой Понимаете Тогда возникает допрос Зачем ты Вы хотите Чтобы наш политический Класс Вдруг резко Требует невозможно Нужно Пассионарием Это время Какова будет позиция Класс не любил до сих пор Порошенко Что значит сдадут Американцы сдадут Конечно Конечно Вот именно с этой точки зрения Очень многие задают Эрнест Вам этот вопрос Кажется второстепенным? Я бы очень хотел Поразить зрителей наших Каким-нибудь ярким ответом Строго да Или строго нет Поразите правдой У меня нет такого ответа И нет у меня правды В данный момент Я могу сказать Что такой вопрос Не снимается С повесткой дня И дальнейшие события Покажут К этому мы идем Или не к этому Но Все-таки Возвращаясь к предыдущим вопрос Я хочу согласиться С Зарубом в том Что действительно Пора уже выбирать Такую власть Которая не будет Ставить страну Твою на колени Перед другими столицами Честно говоря Вот то что происходит И в Украине И в Молдове Это не вина Американцев Или европейцев Они относятся К нашим странам Так как мы позволяем К себе относиться Абсолютно точно Поэтому если Будет достойная власть Которая поднимает Уровень жизни людей Обеспечивает Конкурентоспособную Экономику Обеспечивание Верховенства Закона Демократии И так далее То и страна Будет нормальной И она не будет С собой разговаривать Позволяя С собой разговаривать На ты Хорошо мечтаем Кто-то еще что-то Скайбал У нас одна минута Остается Поэтому Здрав Я еще раз Остаюсь в своей позиции Не думаю Что американцы Будут импровизировать В таком В таком вопросе Ну то есть Вот этот вопрос Имеет право на жизнь Вот который я задавала Корнееву Он имеет право на жизнь Я сразу же скажу Но мне кажется Что для американцев Абсолютно приемлемы Все три кандидата Не вижу Не вижу Пока никаких оснований Считать Что они Вдруг Ни с того Ни с сего Замешкались Или что-то у них Там произошло В эти Как вы говорите Башнях Не вижу Пока Насколько я понимаю Достаточно Целенаправленная И конкретная И понятная Политика Американцев на Украине Ну что ж Наши соседи Украинцы Вот всегда знала Что они люди С большим чувством Юмора Чувствуют только тот факт Что мы узнаем Итоги первого Тура Первого апреля Недолго осталось То есть в день смеха Или день дурака Я оценила И как-то они будут Это все объяснять Тоже как-то так Будет интересно Как они в этой ситуации Все это будут Себя позиционировать Мне остается вас поблагодарить Сказать Что ждать нам осталось Совсем уже Недолго И посмотрим Кто из нас В конечном итоге был прав Чей прогноз Сбывается Спасибо вам большое Вы смотрели программу Полюс Я желаю вам всего Самого доброго И доброго вечера До свидания Субтитры подогнал «Симон»